2 июня 1941 года, равно 80 лет назад, нацисты, покорив практически всю Европу, напали на СССР. Для советского народа началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная в истории нашей Родины. Погибли десятки миллионов людей, гигантский урон был нанесен экономическому потенциалу и культурному достоянию. Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной Армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого, правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую победу. Пережив ужасы мировой войны, народы Европы все же смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию, чтобы подвести окончательную черту под европейскими трагедиями первой половины прошлого века. И хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии. Напомню о том, что именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы пионерами кооперации с нашей страной. В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена сделка века о долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода «Северный поток». Мы надеялись, что окончание Холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, еще немного, и станет реальностью мечта Шарля Деголя о едином континенте, даже не географическом от Атлантики до Урала, а культурном, цивилизационном, от Лиссабона до Владивостока.